Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сейчас пока я вовсю готовлю очередной обзор, я хочу уделить буквально пару минут вашего драгоценного времени, чтобы рассказать о самом необычном смартфоне современности, или точнее очередном крайне необычном девайсе от компании Cubot. Да, их недавняя чудо-новинка в форм-факторе ультра мини Cubot Pocket собрала большое количество заказов и хорошие отзывы, смартфончик на удивление разлетается прям как горячие пирожки, но еще бы, мы ведь крайне изголодались по действительно удачным маленьким смартфонам, которые приятно держать одной рукой. Но кроме суперкомпактного корпуса, Cubot Pocket получил еще и отличное железо, как для такого малыша, что и делает его весьма популярным. Так вот, на волне этой самой популярности, компания Cubot представила еще один сверхкомпактный смартфон, но теперь уже в защищенном по военному стандарту корпусе. Мини-танк получил название King Kong Mini 2 Pro. King Kong и слово мини явно сложно ввязать в одном приложении, но по ходу компании Cubot это удалось. Так, в целом смартфон получился и компактным, и в то же время действительно крепким, с защитой IP68 и IP69. Ну а что касается дизайна, то тут оставлю все на ваш суд. Пишите в комментариях, как вам в целом дизайн новенького брони-карапуза от компании Cubot. Сердцем нашего сегодняшнего героя стал восьмиядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK Helio P22, работающий на максимальной частоте в 2 ГГц на ядро. За графику отвечает PowerWear G8320 с максимальной частотой в 650 МГц. Что же до оперативной памяти, то тут ее будет 4 ГБ, ну а накопитель получил на данный момент одну модификацию на 64 ГБ, плюс слот под карточку памяти стандарта microSD. Чего опять же должно хватить для любых повседневных задач и даже игр. Да, поиграть тут тоже можно, благодаря тому, что разрешение экрана составляет 1080 на 540 точек, нагрузка на видеочип существенно уменьшается, и смартфон действительно чувствует себя комфортно во многих современных играх. Правда, рассчитывать на максимальные настройки графики не стоит, но поиграть можно будет и во все. Его младший брат Кубот Покет в этом плане себя также отлично зарекомендовал. Правда, играть на 4-дюймовом экране это уже, ну, не совсем привычно. Кстати, тип используемой матрицы тут EPS. Что касается камер, то новинку оснастили фронталкой на 5 Мп и основным сенсором на 13 Мп, что опять же крайне схоже с тем, что ставится в Покете. Данную связку мы тестировали, и среди одноклассников она показала себя на твердое хорошо, опять же с учетом ценника нашего сегодняшнего героя. Питает все это нано-великолепие баночка на 3000 мАч. Да, без рекордов, но расход тут намного ниже, чем в любом современном смартфоне. По ощущениям, точно такая же баночка в Покете у меня держала как банки на 5000 мАч на обычном среднестатистическом девайсе, так что все адекватно. К дополнительным особенностям новинки могу отнести чистый 11 андроид с обновлениями, защиту по военному стандарту, поддержку всех стандартов GPS и GLONASS. Ну а что касается ценников, то сейчас в магазине на Алиэкспресс висит заглушка с завышенным ценником, так официально новинка поступает в продажу только 22 августа. Так что если вы надумаете приобрести этого монстра, то я советую закидывать его в корзину уже прямо сейчас, от 22 августа. Продавец официально изменит цену на новенький King Kong Mini 2 Pro до 129 баксов, плюс можно будет использовать и купоны. На этом, думаю, все. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч!